здравствуйте друзья мы продолжаем наш цикл разговоров о здоровье и всякие случаи интересные и специалисты рассказывают так мы о жизни в общем так вот в этом направлении вот у нас гость представляйтесь зовут меня дмитрий живете откуда я живу россии последние семь лет я живу в болгарии в россии где жили я жил иванова невест ну да невест хорошие да так хорошо а вы от них значит в болгарию ну так так случилось хорошо хорошо я помню в советское время мы когда смотрели по телевизору все это только по телевизору было нельзя было так поехать просто так вот мне казалось что в болгарии очень симпатичные девочки я не знаю как там вот на самом деле но казалось что очень красивый дело вкуса каждого человека понятно понятно хорошо ладно болгары считают что русские девушки очень красиво ну мы с ними спорить не станем так и тем более в иваново значит давайте вот вашу историю там как бы такая драматическая была правда ну да был немножко грустно в начале я сразу скажу что я там не врач никакой там не фитнес тренер никакой не специалист все что я хочу сказать это абсолютно только мой опыт мой путь и после я хочу поделиться и когда это это же есть самое интересное конечно им но предстот со самого детства я был таким больным ребенком с самого рождения это были лекарственной аллергии сколько себя помню все время болел ну то есть все таки это не были болезни какие-то системного уровня это вот скажем аллергии но она аллергия была с самого детства с самого рождения меня даже освободили от всех прививок какая-то лекарственная не знаю какая известно на что была аллергия или как бы на все подряд а сначала она просто была написана лекарственной аллергии мы не сделали в еще в роддоме какую-то прививку после этого мне стало очень плохо и на этом по-моему никто разбираться не стал просто все получались на постели такое клеймо на карточке лекарственные и я помню такая детская и все держались подальше поэтому прививок не больше никаких в жизни не делали я сейчас понимаю что к счастью и годом на 12 у меня стал появляться такой аллергический кашель очень переросло в аллергический бронхит на что аллергический потом определили спустя полгода значит мы смогли определить что это действительно аллергия бабушка меня поила молоком значит с маслом потому что она считала что у меня там простуда и горло там когда сделки пробы там и определили что это лекарственные энергии что это ли что-то аллергия первый пункт был не пить молоко 2 значит не есть масло третье было все натуральные шерсти убрать и там пыль два раза в день протирать ну такая вот то есть это не было то что сейчас называется lactose intolerance страна вот это вот на лактозу на молочные продукты я не я не знаю точно потому что тогда а это было 30 лет назад уже и наверно я не я не помню таких понять помогло помогло убирание шерсти и молочных продуктов да да сразу стало сразу стало легче но аллергия в принципе никуда не ушла меня там лечили иглоукалыванием каким-то таблетками ничего и потом нам сказали что есть какой-то в москве там есть какой-то доктор какой-то гомеопат и мама меня помню зимой туда повезла мы так сели угодно рассказывать там ему сказали а это ерунда дал четыре баночки сладких витаминок и все через месяц это аллергия закончилась и все говорят сейчас там гем гомеопатия лженаук там полный там развод говорят вот сейчас пишут даже что вот это абсолютно лженаука в википедиях пишут вы знаете я не уже я не буду судить потому что я не специалист я не гомеопат я знаю что гомеопатия просто спасла жизнь 10 лет она просто не спасла жизнь я просто не хотел чтобы вы это сказали потому что люди которые рассуждают на тему лженаук как бы чтобы им зад было о чем задуматься хорошо и так уж не дали или медали 4 коробочки с витаминками по 4 витаминки из одной коробочки в один день и 2 коробочки по 4 витаминки четыре раза в день другой день месяц пьешь месяц перерыв и так надо было делать три месяца три перерыва но я месяц только сделал и все а почему гомеопаты не нашлось вот скажем в москву ехать гомеопату что я не знаю это был какой-то врач какой-то в какой-то деревне уехали помню ночью на каком-то электричке по пояс было снега в эту деревню пришли там каком-то доме все это было а так в москву поехали или в деревню это в москву в москву в подмосковье где-то он выписал рецепт и потом я пошел в москву в аптеку мы пошли то есть он гомеопатный надомник как бы это не было в больнице нет это был какой-то вот но он таки был но он таки был врач то есть он имел право выписывать рецепты он мог это да вы знаете там даже в этом частном доме может быть это была какая-то возможно какая-то была сельская была похожа на кабинет медицинский там и он такой был он был наверно лет 60-70 было девочки вот но он даже не взглянул у него даже не вызвало вообще никакого сомнения бы да и ерунда какая-то по описанию сразу понял да то есть на самом деле колдун какой-то прикидывался гомеопатом сходили в аптеку купили витаминки начали принимать вот эти вот она не патич как была в москве отлично хорошо дальше что было вот дальше но я был в принципе всегда полным таким полным ребенком и мне всегда там я с этим так скажем смирился что я такой полность как как любят говорить кусков склонный к полноте и конечно там никто не учил никакому там каком-то питании никто ничего не рассказывал или чуели или чё было и еле но наверно к я помню уже как институту или в институте мой вес так стал прилично увеличиваться 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 и примерно к двадцати семи годам у меня уже вес наверно был около 90 килограмм то есть вы какого года рождения я с ним из 4 значит 27 годам это что-нибудь там получается там 2000 2001 вот такого плана да то есть это уже время когда можно было купить там разные продукты это не то что вы знаете как экономическая там засада когда вот то есть более-менее нормальное время да можно было купить все я ел все подряд я был просто таким страшным мясоедом я для меня мясо было набором а 90 килограмм при каком росте 174 ну не такая уж катастрофа то есть но вообще для меня я говорю что я был я поверил склонность полноте для меня это не было какой-то катастрофы и вообще излишний вес для меня не был катастрофой но катастрофа была мое ухудшение самочувствие когда у меня начало появляться давление и начали появляться по какие-то постоянные головные боли а вот если опер сегодня вот я на вас смотрю и зрители смотрят вы сколько вести при том же росте я предполагаю что рост не менялся сейчас я вешу где-то 75 70 может 76 15 там 14 16 килограмм я видел и который по 60 там по 70 сбрасывали там много как вот ну хорошо и так вы пришли к тому что нужно как-то похудеть я знаете я не пришел ни к чему кроме того как пойти к врачам и пытаться там решить вопросы с давлением обычно спрашивали а как там у вас мама бабушка я буду у меня бабушка и мама тоже постоянным борьба с давлением для бабушки так 200 вообще была норма они как так что же вы хотите да примерно так и было ухать и так продолжал до 32 лет 32 я уже весил 100 килограмм давление 135 140 это была норма 170 это была не норма и нижняя граница сколько и помню нижнюю я помню что когда 170 меня несколько раз там возили даже всякие обследования разных больницах врачах там ничего просто огромный список там медикаментов это утром это вечером это после обеда а можно я уточню такую вещь вот я понимаю что есть медицина как бы бесплатная какая то есть какая-то платная правильно да я пробовал платная и бесплатная по результативности как-то отличаются чем они отличаются я не знаю чем отличаются мне ни та ни другая возможность платный вам больше внимания но системный подход абсолютно одинаковые что в платный что бесплатный я скажу потом поймете почему так говорю вот смысл в том что борьба со следствием со следствием не приводит к устранению причин да у нас на свои симптомы борьба с симптомами и поэтому когда я когда мы уже последний раз сказали что ну что так оно есть ты должен с этим смириться ты должен там вот обязательно принимать эти медикаменты это все и что-то внутри просто вызвал стал протестовать просто в такой протест у меня просто заставил двигаться самому не верить не слушать не а что-то как-то вот действует и как раз великий пост там 40 дней перед пасхой который я начал соблюдать думай дай-ка я там соблюдаю пост посмотрю как слышал разные мнения это первый раз вы так это был первый раз и вы мне скажите как человеку неправославному и от поста далекому что там можно и чего нельзя во время поста ну во время этого поста нельзя там мясо рыбу молочные продукты все продукты животного происхождения белки значит это чисто такое как это называют там веганство да это когда есть все растительные но нет ничего животного вообще ничего какие-то моему можно рыба но я тоже не я не не православный я не не регулировать не религиозный такой человек как это все там происходит у них но я соблюдал начнем мама соблюдала говорил вот там это вот такой то есть был человек который вас вел по посту и концу поста я вдруг обнаружил что я себя стану чувствую лучше обезьян весу мало я не помню чтобы как-то сильно упал вес я этого особо не заметил может быть я даже и не менее не взвешивался что же потому что кусту вес для меня был последний качество жизни для меня было на первом месте и после этого когда я почувствовал что я себя чувствую намного лучше не захотелось продолжить этот пост я не стал из него и стала прекращать в пасху там все значит опять там хлеб с маслом разговелись колбаса далее а я значит решил дам дай-ка я еще там недельку-две посмотрю и мне все лучше и лучше и лучше и лучше и лучше я прямо себя чувствую курилиф энергии и начал тут книжки всякие поглядывать про опыт других людей потому что вокруг меня не было никого с кем бы можно было поговорить кто бы например там справился с какими-то да много врачей много там всяких специалистов тренеров но нет человек не было человека который бы прошел некий путь от примерно вот страдания к так скажем счастью там да вот от болезни к здоровому состоянию поэтому приходилось как-то все смотреть пробовать на себя и это продолжалось почти два года этот пост продолжался почти два года то есть вы фактически в таком вегетарианском состоянии находились до или или вы что-то позволили там себе яйца может быть там нет ничего 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 животного его не было ни чая не было ни кофе не было ничего я за первые четыре месяца я со 100 килограмм я стал весить 57 с 98 с половиной я стал весить 57 килограмм за четыре через четыре месяца поставь да ну подождите то есть вы к резко скинули господи вообще я не знаю я не я тоже не такой знаток рода как-то она как аномалия какая-то потому что исключив белки вы скидывали там по 10 килограмм в месяц просто потому что не белков не принимали а вот такой вопрос вы худели до теряли вес у вас нет вы в тот момент не обращать внимание это происходит как-то за счет больше жировых отложений или у вас мышечная масса совсем ушла или и то и другое или вот какой характер этого похудения был вы знаете я ну конечно у меня что это все за счет жировых отложений потому что но я не думаю что у меня была какая-то огромная мышечная масса я не занимался никаким спортом я не ходил там фитнес я не тягал железо и но у меня у меня остались и мать задач мне этого достаточно такой вопрос я тогда уточню вы когда вот были наверно вот в этом посте до посту как правильно сказать значит выйти литературу читали вы вы уже знали что есть там белки жиры углеводы там клетчатка это витамины минералы это мамины кислоты наверное уже как-то это у вас была мысль о том что вот если вы не мне при нем берете белки животное то но хотя бы растительные то надо какие-то то есть а бабы какие-нибудь там слою там ну что то то есть вы была такая мысль или вы просто вот как-то не думали вообще об этом знаете мысль была у меня такая да что я как-то раз поглядел на природу вокруг себя и увидел что ни одно животное на этой планете в принципе не нуждается в консультантах по питанию не фитнес инструкторах да они не во врачах животных какие-то понимаете они каким-то образом знают что им есть когда и правда правда сколько есть и чтение какой-то литературы была в первую очередь настроена направлено не на то я не честно говоря не знаю сколько килокалорий надо потреблять я не знаю сколько витаминов должно быть и меня какие я этого ничего не знаю и слава богу что это освободило мой там разум но вся моя задача была к тому что я хотел понять что для меня правильно и научиться понимать научиться слушать себя а что для меня вот для меня вот это вида правильно или неправильно моему телу вот эта еда нужна или не нужна эта задача оказалось намного сложнее чем просто найти какую-то схему а вот я бы тоже так хотел но вот я знаю что допустим собачка вот эту травку будет там есть а это не будет много а я например так не знаю вот как мне знать как мне себя услышать вот я смотрю что-то мне хочется вот я допустим сейчас вышел из диеты и так но я более менее держусь на месте вот если так иногда что-то хочется вдруг ни с того не сел вдруг захотелось орешек какой-нибудь есть найти я думаю орешек там жир вроде бы мне не надо и там печь там калории какие-то но это я так как бы от лукавого да я рассуждаю вот может быть на каком-то глубинном уровне как разут орешка этого не хватает для чего-то я я не знаю другой стороны я себя знаю в том виде как я был до того как вот на диету пошел это было ну грубо говоря с первых чисел декабря да вот у нас сейчас апрель завтра вот у вас уже апреля на 1 до вот а у нас пока 31 марта так вот четыре месяца назад я знаю что если я себя буду слушать так я и пельмешки там с майонезом и горошку подсыплю зеленого и вот мне внутренний голос горит миша руби то есть я как-то я вот так жил с внутренним голосом поэтому сама мысль мне очень нравится когда вы говорите вот надо научиться слушать себя и я думаю а вот как как бы это вот научиться это с чем приходит во первых мне было первые две вещи с которыми я столкнулся это аппетит и голод так очень интересно я просто видела себе явно что я ем не потому что я голоден а потому что я хочу что-то там не хочется что-то вкусненького мне хочется как-то изменить свое этом какой-то может быть состояние и это аппетит аппетит это не голод аппетит это то что хочется что-то там такого съесть я называют аппетитом это эмоциональный характер носит это вы хотите стресс за есть вы то есть вы об этом говорите да ты что-то такое и на самом деле много кому-то ничего делать кому-то у кого-то стресс хочется поменять в состоянии в голове там шоколадку например съесть или еще что-то поэтому причин на самом деле много это как ну-ка почему люди там употребляют алкоголь почему люди курят там кто-то употребляет там ногой зависим зависимость конечно и негативного и алкогольная пищевая зависимость конечно да и для меня это тоже самое это когда вы привыкли к еде когда вы воспитали в себе там при страсти каким-то вкусом рождается ребенок да он ничего не знает там не котлетах не пельмешка понимаете не пирожках там или а чипсах или гамбургере он ничего об этом не знает но через несколько месяцев родители начинают говорить так надо пора есть мясное пюре так происходит нужно безусловно есть как бы он встраивается в то общество в котором он живет в частности вот в гастрономическом аспекте и так человек привыкает и привыкает к этим вкусовым предпочтением привыкает как бы там полюбил ли полюбил ли я когда-либо авокадо если бы я уника не пробовал или там творог или там в каком возрасте попробовали авокадо очень недавно лет десять назад ну да я тоже мы когда в америку только переехали это мне уже было там лет тридцать пять а до этого мы слышали но не не только авокадо и киви мы никогда не пробовали там много было предметов ну хорошо и так вы из со 100 килограмм ушли на 57 до вы сказали да значит теперь это сопровождалось как бы улучшением в состоянии самочувствии может быть у вас было больше энергии может быть вам хотелось какие-то подвиги совершать тип там какую зарядку начать делать или там может быть там пробежки кит по утрам вы знаете через через наверно полгода всех этих начинаний я себе чувствовал столько энергии что я даже не помню себя ни в каком возрасте не было тогда 32 года до 32 года я не помню ни в каком возрасте себя чтобы вам не было столько энергии когда весил 57 килограмм я я шел один раз я помню по коридору и был потолок на метров пять такой типа кто воздало что сейчас подпрыгну после водостана такое было ощущение у меня знакомы этим у меня другой я когда в таком состоянии находился вот у меня был такой период я ехал по дороге это я за баранка сижу меня так очень часто рукой сделаю вся дорога встанет как первое так раз могу остановить всю дорогу как-то так как-то искренне верилось в этот момент хорошо я не сказал про второй момент первый этот голод и аппетит второе еда и вода я заметил что я ем потому что я хочу пить это я заметил очень явно я стал пробовать есть не есть я хочу я чувствую что мне что-то съесть и 1 стакан воды и об я чувствую что я не хочу больше есть это многие там до диетологи говорят и пишут год и когда чувствую что хочешь есть ты водички выпить а вот если не пройдет там через 20 минут то тогда действительно поедешь как-то так они да как-то путается сознание путается следующую вещь которую я для себя делал это я ушел от графика еды как вы говорили как почувствовать как почувствовать хотите вы есть или не хотите первый что я разрушил тот общепринятый ну как и в обществе для меня график что мы должны завтракать обедать и ужинать я перестал я сбил эти внутренние часы то есть вы стали есть время в разное время или как да я стал есть тогда когда я действительно хотел я мог есть сегодня мог за там первый раз ему поесть в 11 на другой день я мог поесть первый раз там 6 утра ну это можно называть едой там утро было обычно там только чай может быть смется орешками такая была еда с утра я общение до сих пор проходит для нас нет семье наш завтрак это чай я успел уже кое-что почитать и там кое-кого послушать и разные люди чем по разному говорят на эту тему то есть ну как бы в данном случае существенно что вы слушали себя и вот услышали вот это то есть как бы одно дело общие рекомендации другое дело что а вот вы так себя чувствуете и все я много-много лет вообще не завтракал у меня именно с утра вообще есть не хотелось одно чё должен если я я еще не заработал как бы то есть я не потратил ничего может быть ночью там пока спишь там кровь течет но в общем я вообще не мог ничего есть утра я сейчас я себя как-то заставляю то есть я сейчас слушаю чё там диетологи говорят какой-то какой-то порядок систему но в общем то я очень хорошо понимаю когда вот не хочется есть пишут что вообще там больше четырех четырех с половиной часов там перерыв делать нехорошо там как-то вот так по науке но бывает что и 78 ничего не ешь и нормально и не хочется и даже не вспоминаешь а почему вот произошел последующий набор веса вот то есть вас 40 килограмм ушло а сейчас вы все-таки зайти дом 11 12 лет набрали обратно там части а вы знаете я не знаю вот она через примерно несколько месяцев тело было примерно 57 60 пример может быть полгода она так было и потом вес поднялся до 70 72 килограмм и в принципе он сейчас так и держится релик резко или чуть-чуть набрался по чуть-чуть он понемногу он понемногу поднялся вот тут на 70 так и есть но зимой я вешу примерно 75 летом я вешал где-то 70 и он сам движется я для этого не вас не беспокоило когда он потихонечку вот шел шел вверх вдруг вас не больше ой господи как бы я не оказался там где раньше был вот да нет потому что пятьдесят семь килограмм я как-нибудь вам отправлю фотографию меня вот как раз на есть вот 57 наверно даже бы я бы сказал было маловато может хотя по моим ощущениям это не было нет меня ничего не беспокоило для меня важно было мое внутреннее состояние и я вы говорите как как научиться просто нужно отслеживать свое состояние до того как вы поели и после просто съедаете что-то и смотрите как вы себя чувствуете после этого если вы чувствуете вдруг вы поели и вас там придавило то качество жизни поменялось не лучшую сторону правильно если другую поездку и ваше внутреннее состояние ухудшилось ваших внутренней энергии уменьшилось то если вам как если конечно человеку нравится такое хорошо вот вы сейчас живете и вам там сколько искали 40 там два до 43 у вас есть какая-то физическая нагрузка или вы как-то так но пытаетесь систематизировать что вы идите или как-то это все вот так на внутреннем голосе вообще вот ну как сказать то есть есть какая-то у вас система в жизни или просто вывод так интуитивный такой потребитель системы никакой нет я вообще сторонник разрушения всех систем потому что если вы исследовать какой системы перестать слушать себя это всегда будет так очень интересно любое правило отвлекает вас от самого себя давайте вот такой может быть я вам вопрос задам все таки мы как биологические существа созданы вот выгодить ребенок родился он не знает там про это и про то это правда но этот ребенок уже у него заложено что он до получает удовольствие от сладкого от соленого от жирного и тогда это это уже как бы у нас генок заложено и гормоны там выделяются вот на ту пищу на эту пищу и вот привыкание возникает там зависимость там и так далее то есть все таки вот ребенок вот он слушает себя на пирот ему хочется сладкого ему хочется там я не знаю конфетку им хочется мороженое человек которому хочется мороженое если пункт себя слушал и слышал то она пьем утром сказал ты что разве можно есть такое разве можно чипсы есть эти разве можно есть там я не знаю там на маргарине хорошо но откуда у ребенка взялось мороженое откуда ребенка зелись чипсы о чипсы это продукт который специально и мороженое тоже продукт которые специально построены так чтобы апеллировать вот к этому заложенному в чайка в человеке механизму когда ему хочется этого то есть он скажем для выживания вот было два механизма один механизм значит выжить продовольствие на другой механизм выжить в смысле размножения вот поэтому мы когда видим там противоположного пола особь значит у нас к определенный интерес возникает мы когда видим то что можно скушать причем если чем она жирнее слаще и так далее тем больше его хочется скушать тем больше у нас удовольствие возникает на гормональном уровне и комфорта так и так далее то есть мы уже такие нам можно слепить этот продукт и подсунуть его в готовом виде много да и я кня это и имел ввиду в вопросе откуда у ребенка мороженое мать у ребенка в 45 лет он к дел мороженое возьмут обычно происходит как пришла бабушка в гости и знак проявления любви дружбанка пирожков значит там мороженку принесла там чипсов и баночку кока-колы это знак проявления любви к ребенку это вы как x3 экстремально так прямо все сразу до кучи но после этого ребенок начинает слушать себя да вы видите слушай слушай себя и и внутренние волосы он говорит хочу сладкого хочу жирного хочу противоположного пола но там постарше и и так далее то есть вот он себя слушал слушал и дальше у него все болячки у него диабет у него там сердечно-сосудистые у него я не знаю там колени болят когда он по лесенке идет у него одышка и так далее тогда и я все это время слушал себя и и вот да он на самом деле слушал михаил не себя он слушал родителей родители родители говорили что нужно есть это нужно есть разве вы не помните не знаю как вы там детском садике я впереди и в детском садике когда меня не выпускали за стола пока я не выпью то молоко с пенкой часами или там какая-то какао или я не не съем там какую-то котлету просто не пускали я сталло а и таких случаях до сих пор я слышу целую кучу когда жители поставляют кто-то есть да мы безусловно заставляли и я вам расскажу у меня соседка вот через дорогу но не здесь там где мы живем я сейчас на даче соседка через дорогу англичанка из кого внутри если вы знаете такое место есть там бомбежки сильные были немецкие во время войны и она вот рассказывала она такая постарше меня лет на 10 на 15 она рассказывала как они прятались там в подвалы во время бомбежек как они там кушали там и так далее и она говорит ну у них в то время примером была индия до по что-то было британской колонии и индия там вот люди умирали от голода но не постоянно но вот когда-то засухи там или что-то происходило и им говорили я я не говорю уже про нас великобритания им говорит ты не можешь стать из-за стола ты не можешь выбросить корочку ты не можешь оставить крошки на столе то что в индии дети умирают из-за того что у них этого нет в индии дети умирают а ты вот эти крошки разбрасывает у них вот такой но казалось вот англия пожалуйста то же самое я вот я как раз на этот час не разговаривает как как это мне будет рассказывать поэтому первым взрослым надо начать родителям надо начать себе прежде чем учить что-то детей просто спросить а то что я говорю ребенку это так и есть или просто я в это не а как он знает а вот нас так растили вот вот нас там растили мы там допустим на обед каждый день суп у нас был правильно или суп или борщ или там рассольник или там щи какие-то но должно быть нам как же горячее должно быть горячее ну вот жидкая ты же не можешь сухомятку вот бюро с котлеты как как а суп это традиция может она многовековая даже на это просто это нет это это просто такое без бессознательное неосознанное поведение когда ну традиции ну так все едят раз в год иметь я за один свет не раз не болел мне даже насморка не было за 11 лет а раньше я например жил и верил что грипп это болеть гриппом раз в год это нормально там иметь больное горло там пару раз в году это нормально что меня может у форточки прожить я тоже во все это верю понимаете но сейчас этого не существует к бы этого нет это все это просто вера вообще в болгарии народ гриппует вот так вот и всякие там это есть такой теплый климат огромное количество людей ходят там был недавно увидел любую кучу людей в масках это ничего не все в масках ходят а потом потому что отдавить бывает эпидемии гриппа какая-то там и то есть даже в теплом климате казалось бы да очень много очень много два месяца здесь все ходили все вокруг меня какие-то больные там но снега нет да это нет нет такого или есть но в горах есть ник это вот там где вы живете не снега или есть ну было был один раз там на один день то есть фактически нет снега я живу на море хорошо что же нужно больше осознанности прежде чем что-то класть в рот надо внимательно просто просто подумать отбросить все свои хорошо и плохо а просто подумать а вот это вот действительно мое тело для этого приспособлено вот я там кладу чипс я кладу мороженое я кладу там беру там стакан молока а вот это вот молоко она предназначена для выращивания из теленка быка или она нужна там для меня чтобы у меня там какой-то кальций бывали понимаете если серьезно так задавать себе вопрос перед тем как что-то класть в рот каждый человек может найти миллион ответов не нужно быть каким-то специалистами нужно быть биохимиком или еще чтобы понять что в природе природа все равно умнее что тут не сделай она знает ваше тело функционирует вы не думаете как вашему сердцу биться не думать как вам дышать не думайте как вашей крови циркулировать или клетка обновляться за это есть что-то другое что это делает вы когда покупаете продукт какие-то ну помимо так вот того о чем вы сейчас говорите вы будете смотреть что там написано на этикетке вот сколько там соли сколько сахара сколько транс жиров там ну вот очень такой будет будете смотреть или вы не интересуетесь я такую еду не покупаю на котором есть этикетки расскажите что вы едете я покупаю только овощи и фрукты поэтому на овощах и фруктах этикеток на составах нет этикетки состав их только на еде которые где-то кем-то уже приготовлены а вот у нас например когда мы ходим магазин и покупаем овощи и фрукты у нас есть там разные градации вот этот это говорит органик сертифайт органик а там дальше там еще какие-то там тонкости разновидности внутри или можем пойти например на ну как бы сказать на рыночек где фермеры приходят и прямо с поля с грядки несут а можем пойти в магазин магазина есть подешевле подороже еще подороже и там вот и все объясняют как экологически чисто было тут или там или не объясняют как было экологически чистым зато подешевле там вот обращать на это внимание но я никогда не покупаю не схожу из способа покупать подешевле я стараюсь стараюсь найти не промышленного производства продукцию вот ну мне повезло у меня напротив дома живет фермер такой маленький фермер там с пятью грядками выбрасывает и он принципиально не кладет никаких удобрений выращивать там помидоры и огурцы но вы знаете я вам скажу что когда вы не кладете ничего в этом все продать в магазине потому что все это выглядит примеров помидоре элементарно заводится там какие-то гусеницы потому что они ничем не сканы я никогда не видел помидор в которых там гусеницы там проела чего-то все когда человек огурцы понимаете такие красивые как в магазинах даже я видел здесь тоже в болгарии есть там написано белый отдел там есть но все это такое так радует глаз что это все хочется купить но когда это все выращиваете так вот когда реально без химии не очень презентабельно но это очень вкусно конечно мы стараемся покупать такую еду но это только 6 месяцев году все-таки остальные 6 месяцев году мы нашли магазин где владелец магазина оказался человек тоже близки так скажем по духу который продает не и то что подешевле купить а подороже продать который там правильно подходит и мы там можем можем найти что-то к тому же мы например много едим если говорить о каких-то белках да то на армии иди много орехов достаточно много орехов орехи но орехи трудно там как-то химически испортить особенно как те грецкие орехи как мы называем называют вот в болгарии просто там не надо покупать просто берешь пакет выходишь на улицу и у вас этих орехов сколько хотите у нас пройдет у нас цитрусовыми тут вот идешь у всех со всех сторон да но мы на самом деле редко ходим какие супермаркеты там для нас там ничего там ничего не покупаем там ничего для нас интересно поймите этикетки где написано состав сахар соль единственное что мы покупаем я люблю различные специи и часто конечно специях там есть глютамат натрия соль и конечно мы это ничего не покупаем мы мы нашли и специи где нет соли в день и только сушеные травы это надо искать понимать это очень трудно на интернете их подбираете или так вот физически находите прям вот так вот на полочке но в основном физически но находится магазин какой-то такой специальный где и стандартный никакой сетевой супермаркет какой-то такой частный магазин где человек продает то что он считает нужно продавать таких магазинов очень мало к сожалению пока человек то о чем что он продает я вот как бы учусь пока я студент искать этого дела потеряв там 20 штамм кило я начал интересоваться вообще в целом искать индустрии и что там происходит и вот например наука говорит по случаях как как они рассказывают я сам из первых рук не получаю но наука говорит так что белки животные содержат все 20 там аминокислот которые нужны вот белки значит растительные там то ли 8 то ли 12 очень не хватает там об этих аминокислот соответственно это сказывается на каких-то процессах которые должны были бы но не будут происходить в организме и пошло и поехало там соответственно белки правильно не образуют из аминокислот строится белки и вот есть какие-то белки которые нужны начали вот не смогут построиться и так далее поэтому в организме человека поэтому я даже не знаю очень много рассказывает всякого знаете вот там скажем в индии много вегетарианства да но там же ему довольно высокий уровень определенных заболеваний там и так далее или вот например у нас тут много дней и выходцев из индии в калифорнии сейчас приезжают они физически хилые и здесь учителя физкультуры родители так подзывают и гэта-паде сидит надо ребенку курочку давать я знаю это вы там вегетарианцы ну чикин то вот курочку надо и я просто чему говорю что ну то есть когда человек чувствует что вот там ему хорошо вот так ну слава богу ему хорошо вот так но просто я к чему-то что есть как бы конфликтующая такая информация как бы поступающая я знаю людей которые вы не первый скажем чек который не не употребляет значит животных животных продуктов которые у меня все отлично я прекрасно себя чувствую меня там все замечательно замечательно но есть с той стороны какая-то наука которая говорит да но он недополучает вот определенные аминокислоты и там я гну ну да вот значит наверное недополучает если наука говорит я не знаю ничего михаил про это я знаю что я себя чувствую так как я себя чувствую замечательно и я знаю что там меня не все болезни которые меня были мне вообще кажется что такое надо состояние что там заболеть нельзя вот но не знаю наверно можно там да но ощущение такое что нельзя и это продолжается там не один год не один месяц и возможно что ты что получали не получали это очень трудно сказать но во всяком случае понятно что поскольку вот это изменение серьезное у вас произошло вот тогда с этим постом а до этого вы не были в хорошем состоянии то есть видимо у вас какие-то были специфические там вещи заложены скота вот который надо обходить вот именно так правда раз в раз вы хорошо справляетесь при том что раньше вы не справлялись хорошо значит вы то есть вы нашли какой-то путь что будете от тех проблем и вот они были в исключении животных продуктов я знаете я считаю что то что мне реально помогло все это поменять это было не диета потому что диете есть присутствует борьба когда в любом ограничении присутствует борьба и любая борьба это потеря энергии любая борьба ведет всегда пройдешь а я всегда прислушался к состоянию и то что я слушал себя это что например не установил 11 лет я пытался начать есть мясо интересно кстати расскажите вот потому что я не могу сказать что я там я какой-то приверженец там той огромной армии я даже не называйся вегетариан вегетариан вегетарианцем вот я не приверженец никаких этих там борьбы там за здоровье животных там или я ничего к этому абсолютно не отношусь и я опять я просто понял что мне так лучше я вот это все не ем и я себя классно чувствую я классно чувствует мои дети и что было когда вы пытались мясо есть пять раз и пять попыток делали моё состояние сразу менялась не просто становилось я елтой мясо вроде вкусно проходит там день-два и сразу появляется слабость сразу вся энергия куда-то девается моё состояние например не употребляю алкоголь не потому что он вредит а потому что даже например глоток красного вина который я с которым я принципе с уважением отношусь даже глоток красного красного вина она меняет сознание моментально она менять внутреннее состояние как интересно и продукты будет выбирать не потому что это хорошо это или плохо а потому что это меняет ваше состояние сознания и и я считаю что именно это помогло мне пройти какие-то такие вещи помогут пройти изменения изменения физические интересные изменения сознания потому что как только я начал там я терял весь и я начал абсолютно по-другому мыслить и начал воспринимать по-другому это то что казалось раньше проблемами вообще не стал оказаться проблемами у меня тоже такое было когда вес начал падать я вдруг понял что я как-то по-другому функционирую и свежесть такая в голове а вот мясо а допустим рыбка креветка вот такого плана рыбку можете нет я могу но мне не хочется не хочется креветку не хочется я могу на самом деле я и раз там примерно в год если где-то там конечно не из магазина не из книги ресторана если это где-то там вот но я понимаю я я съем кусочек но я понимаю что это не моя еда я запрещаю абсолютно я могу съесть я могу пойти с вами там сейчас макдональдс есть там этот гамбургер для меня это я не буду запрещать себе но мне это не нужно я просто не знаю что я таким гамбургером нет будет хреново после этого если я выпью например там стакан кока-колы мне будет плохо от этого я пью воду я пью травяной часть классно что в болгарии очень много всяких травяных чаев здесь такая культура этих травяных чаев очень много трав там вообще много продукции которые продовольствиями там тех же чаев и те же трав там сборов травяных скажем из той же российской федерации есть то есть свои у них да свое свои травы свое и но знаете в любом магазине вы можете увидеть примерно 20-25 видов всяких чаев трав местных это практически в каждом магазине хорошо то есть у болгар есть в культуре такой чай например может видеть пример 1 2 вида всяких местных трав очень много и есть такая культура в болгарии что вот именно местный травяной чай он такой они не очень веришь там все болгары если на них посмотреть вот так по улице пройтись погулять как бы больше или там существенно больше полных людей чем например там в иваново или меньше существенного как вот есть разница то есть в культуре в целом есть что-то такое что вот удерживает их в рамках такого здорового питания да знаете на самом деле никого уже не удерживает в рамках здорового питания фастфуд есть и в болгарии в огромное количество фастфуда я не могу сказать где больше там полных людей в болгарии или в россии наверное не знаю на может одинаково но количество то что едят в россии что что едят в болгарии то что едят в принципе других странах примерно все одно и то же сетевые здесь огромное количество немецких сетевых магазинов и все это все распространяется паспуд везде на каждую при том что страна как бы всегда вот была так хорошим производителем большого количества овощей и фруктов и казалось бы вот она вот тут 100 и отъестся бы все-таки есть пройти у людей нет времени у людей очень мало времени вот я так когда меня был один опыт голодания я голодал 15 дней и уникальные опыты под присмотром или сами вот просто классно для меня это один из лучших моих экспериментов один из лучших опытов вы очень много вещей начинаете понимать во время голодания понимаете что на еду вы тратите энергию не получаете из нее и интересные вещи и про еду что люди едят может быть что делать даже не только в том что насколько хорошая еда что вообще еда как бы не тратится энергия а без нее так даже лучше как я раз так понял да я очень мало ел я очень мало ел я начал себе потом я начал просто я брал маленькую такую пиалку там 200 мили 200 миллилитров поначалу накладывал туда еду медленно выходили из диеты из голодания нет это было это было перед голодами после года это после голодания вообще не хочется есть если вы голодаете после третьего дня вы вообще забываете что какой год вообще не чувствуете голод на слабость никакой слабости вывод наоборот а вот что я хотел сказать про голодание то что я столкнулся с огромной проблемой в голодании это в том что у меня появилось только город столько свободного времени потому что я не тратил им не приготовление еды не на и её употребления а отсюда появился фасход за отсутствие времени на ее приготовление на и и огромный количество времени я не смог я не смог первый раз я не смог справиться с этим я не смог заполнить и не смог заполнить это время потому что вы представляете вы там про просыпаетесь 4 утра я когда голодал я спал всего 4 часа я ложился в 12 в 4 утра я проснулся я выспался когда я голодал у меня было столько энергии у меня было столько времени и честно сказать я столкнулся с тем что я не знал что мне делать с 4 утра до 12 ночи потому что до 7 утра я в принципе сделал что я хотел дальше можно читать книжку нельзя можно спортом не будешь заниматься на голове на голодание я на самом деле это было трудно потому что у меня столько появилось свободного времени и несмотря на то что я всегда был человеком увлеченным увлеченным всегда был чем-то и хобби все это не может делать там целый день перечитать книжку и там целый день там делать пока какую-то работу потому что у людей мало времени дом работа мы с супругой лет не помню 78 назад были в санатории таком здесь голодальным ну то есть мы там не голодали а просто были на на веганской такой программе мы как бы вот 33 месяца были веганами после этом а дальше жизнь сломала я себя чувствовал изумительно вы себе как я хорошо себя чувствовал вот но и вес и вес терялся просто как вот уходил как знать как вот как грязь там подошел под душем смываешь вот этот вес так уходил но я видел людей которые там голодали там были по 15 дней по 30 по 40 были люди и ну там как бы специалисты каждый каждый день они там помню несколько раз они там и давление мерили там еще чуть и там если он 20 дней голодает то половину от этого времени он должен выходить из голодания то есть скажем вот сто процентов времени это голодание еще 50 это выход из голодания под присмотром и так далее и я видел много этих людей они почти не выходили из своих этих комнат иногда выходили так как-то ну пройдутся там чуть-чуть или там под на солнышке посидят но но не они очень слабенькие были те которых я видел совсем совсем нет я на самом деле чувствовал себя замечательная но это я говорю только про себя я замечать что я не выходил как-то очень долго там просто какой-то день там решила пропорции там я взял поел капустного салата и не долго вот но до этого я голодал я не сразу стал голодать 15 дней до этого я голодал один день недель я просто ничего не ел ничего это нужно водичку выпили вода а есть вот такой знаете там на каких-то зеленых коктейлях там то есть вы без этого без ничего на клетчатке фактически вода я воскресенье так скажем поужинал и во вторник позавтракал понедельник у меня не было ничего и и мне это нравилось на самом деле мне это стало нравиться и как то я потом попробовал два дня или три дня на следующий день не захотелось есть окону ка еще не попробуй понимаете вы когда вы когда вам это нравится вы это делаете в удовольствие это не какая-то борьба это не тот сказал я время похудения так а у меня был такой момент когда мне нужно было пойти в гости и диетолог там говорит ну хорошо вы в 7 часов там идете в гости тогда вот что вот вы тут допустим 7 часов поели предыдущего дня и это тоже ничего не ешьте ну там буду воду выпейте дневную норму воды там суетом 2 с половиной литра я чего не ешьте а уже поедите там и вот мы с 7 часов вечера до 7 часов вечера следующего дня ничего не ели я изумительно себя чувствовал никаких позывов каких-то таких знаете вот съесть бы чего-нибудь вот по-английски cravings такие вот этих cravings не было ничего и так вот я прекрасно дотянул там до 7 часов я не знаю сколько бы я еще мог так протянуть но вот эти 24 часа прошли совершенно замечательно во сне кушать не хочется у меня был такой незабываемый момент на четвертый день голодания когда я утром проснулся и не могу смотрю так по сторонам у меня все такое такие яркие цвета такие вот все такое сочное яркое такое ощущение что как бы тут какой-то сглаз какой-то прям какие-то завесы сняли кому-то от штору вот тюль как раз раздвинули все такое ясное такое резкое такое сочное насыщенное что я понял что я никогда таких цветов вообще не видео потом потом ушло это ощущение это уходит вот уходит как только я когда начинаю есть что то есть такое не то что мне не подходит меня первая реакция по по не по физическому даже телу а потому что у меня сразу такая сразу вот этот уходит такая ясность она просто какая перина появляется это первый такой признак что этот ну хорошо что же давайте мы вот что сделаем мне очень интересно было вас послушать и я должен для себя еще кое как бы сказать я должен для себя сформулировать но во всяком случае вот это существенная тезис прослушание себя он очень важный я на самом деле слышу это от людей очень продвинутых там скажем ученых мир у нас есть знакомая она уже там лет 30 живет сша была биохимиком в москве и вот здесь тоже продолжает лекарствами там занимается разработкой чем-то таким и я вот его диабет я у меня 2 типа диабет я вот как она говорит знаешь чего говорит сядь и начни читать начни разбираться литературы много я бы я же не врач я же не она говорит ты не врач как но ты в состоянии кое-чего понять для себя и когда ты для себя кое-чего поймешь то ты начнешь сам контролировать свою жизнь свои как бы или ты будешь контролировать то что с тобой происходит или вот эта система будет которая тебя наплевать значит значит но просто так сложно все казалось бы что уже боишься сам думаешь чего же я сам то я сейчас сам такого наворачу найти или другой аспект а может я сам никогда и не разберусь столько там всего и довольно много народу очень продвинутого много знающего говорили это можно понять это ничего такого там нет чтобы допустим человек которому нужно не мог бы разобраться на туром и на котором он как бы ему надо было бы знать абсолютно ничего трудного нет просто нужно реально захотеть просто реально захотеть в этом разобраться и разобраться из ничего не здесь не надо быть гением это все очень просто так живут все все животные на планете все так живут и мы так приспособлены жить просто нужно избавиться от избавить себя от тех привычек и и обезопасить детей самое важное это безопасить детей перестать учить перестать этот вот как это эффект домино до перестать учить их тому что вы в чем мы сами не уверен вот это вот это вот очень важно потому что дети потом будут страдать давайте мы вот на этой как бы ноте и на этом посыле мы тогда закончим потому что тот то чем заканчивается последние слова они на самом деле такое повышенное значение имеют и я думаю что как бы квинтэссенция разговора она вот в этом и состоит то есть слышать слушать верить в то что ты можешь в этом разобраться и понимать что на нас ответственность не только за себя но и но из-за наших детей и как бы делая все эти вещи мы на самом деле фактически свой долг выполняем вместо того чтобы скидывать в этом на врачей на систему на государство на какого-то дядю которому в общем-то нас дела особо нет взять ответственность за все на себе да вот да еще короче отлично отлично спасибо большое я смотрю тут не вижу сколько мы тут времени про разговаривали но я думаю что содержательно и там кому-то понравится у меня к вам будет просьба тогда вы заглядываете в этот сюжет и там будут вопросы будут какие-то ну какой-то интерес там у зрителя то есть вот тогда просто отвечайте кто-то может быть захочет вам лично написать и они увидят что вы пишете они будут знать там ваш ютюбовский адрес там куда вам написать комментарий и так далее хорошо ладненько но все туда счастливо и может мы еще там с вами поболтаем хорошо удовольствием ладно счастливо все доброе утро а